Идея создания фонда фонда благотворительного для медиков, есть медики, которые достигли успеха, которые состоялись в жизни, которые имеют большие материальные возможности, и, конечно, они хотели бы оказывать помощь своим коллегам. С другой стороны, есть немало медиков, которым необходима помощь в сложной жизненной ситуации. Для того, чтобы свести между собой этих медиков, и была создана наша организация. У нас есть свой сайт, на котором можно посмотреть, кто из медиков в настоящий момент нуждается в помощи. Бывают случаи, когда люди лишаются единственного жилья в момент стихийных бедствий, пожаров или наводнений. Государство, конечно, оказывает помощь, но, наверное, все расходы покрыть государство у нас не может. В этом случае люди обращаются в сообщества, которые помогают пережить эту беду. Наш фонд выделил материальную помощь многим медикам, пострадавшим в результате наводнений и пожаров. Первыми медиками, кому мы помогли, это были как раз пять медицинских работников, медицинские сестры, врачи города Крымска. Очень многие обращаются за помощью в покупке лекарств, за помощью в покупке медицинского оборудования. Здесь, конечно же, вопрос сложнее, потому что не всегда медик знает, что необходимые им вещи они могут получить от государства. Решение о предоставлении помощи принимает совет фонда. Помимо председателя совета, президента клиники Григория Фимчеройберга, туда входят две замечательные женщины, опытные в области благотворительности. Это Алла Георгиевна Грязнова, президент финансового университета при правительстве России и всем известная актриса Элина Врамовна-Бастрицкая. Фонд начал фактическую деятельность с 2012 года. Помощь была оказана более чем 80 заявителям на сумму около 9 миллионов. Мы надеемся, что в дальнейшем наша деятельность будет расширяться. Для того, чтобы получить помощь из средств фонда, медику необходимо подать заявку либо через сайт, либо почтой России, предварительно позвонив или узнав у своих друзей и знакомых, какие документы нужно приложить к заявке. После того, как заявка поступает к нам, я как исполнительный директор смотрю, все ли документы в порядке. Заявка размещается на сайте в специальном поле для голосования. После этого все желающие, прежде всего медики, а также любые посетители сайта, могут проголосовать через социальные сети в поддержку того заявителя, чья история тронула их больше всего. По истечении срока голосования, обычно это две недели, собирается совет фонда и решает, кто с точки зрения совета нуждается в помощи в первую очередь. В перспективе мы хотели бы помогать не только тем, кто болен или кому нужна помощь на восстановление жилья. Мы хотели бы оказывать поддержку молодым, талантливым, перспективным специалистам, у которых просто не хватает денег на получение образования, на оплату прекрасного колледжа или на оплату каких-то курсов, которые помогут им в дальнейшем совершенствовать свои знания. В этом видим мы нашу задачу на будущее. Субтитры создавал DimaTorzok